Послание Отца Абсолюта о Крещении Это послание было продиктовано 12 января 2016 года, незадолго до праздника Крещения. Но практика, которая в нем дается, может использоваться вами в любое время. Итак, послание о Крещении Здравствуйте, дети мои дорогие! Как уже говорилось во многих посланиях, 2016 год открывает новую эру в истории человечества. Поэтому нужно стараться использовать каждую возможность, каждый божественный символ, чтобы продвинуться как можно дальше по пути света, выйти на новый уровень вашего духовного развития. Но сначала я хочу рассказать вам, в чем заключается суть этого праздника, который столько веков подряд является столь значимым для православных людей. Крещение от слова «крест», которое, как вы уже знаете, олицетворяет собой божественное происхождение человека, о котором забыл он, придя на землю, и которое запятнал он своей жизнью в дуальном мире. Иными словами, горизонтальная линия символизирует человеческую суть, которая привнесена в его божественность, вертикальную линию. И в те далекие времена только Иисус смог постичь всю глубину этого символа, понять истинное его значение, и, будучи осененным этим крестным знамением, сумел растворить в своем божественном начале свою человеческую суть. Он впустил в себя христоподобную сущность, которая из простого человека превратила его в Бога-человек. И вот теперь, дорогие мои, у вас есть возможность повторить этот уникальный опыт и вернуть свою божественную суть. У вас для этого есть все – знания, опыт и умения. И я очень надеюсь, что практика, которую я вам дам в этом послании, поможет вам и придаст вам сил и уверенности в том, что нет ничего невозможного для человека, ставшего на путь Вознесения. Итак, практика. Назовем ее «Снятие с креста». Пусть не удивляет вас это название. Оно как нельзя лучше отражает суть того, что я хочу вам предложить. Представьте себя крестом. Пусть вертикальная линия проходит через вашу линию Хара, как это уже было в предыдущей практике качелей, соединяя вас с центром галактики и центром Земли. Вытяните руки в стороны, и пусть горизонтальная линия проходит от кончиков пальцев одной руки через вашу сердечную чакру до кончиков пальцев другой руки. Таким образом вы станете живым воплощением божественного и человеческого начала. Почувствуйте себя этим крестом. А теперь вам нужно растворить себя как человека в этом божественном начале. Что вам для этого нужно сделать? Медленно начинайте соединять руки, пока они не окажутся перед вашей сердечной чакрой, и ладони их не встретятся друг с другом. Они не должны плотно прилегать друг к другу, а должны соприкасаться только основаниями ладоней и кончиками пальцев, то есть между ними должен оставаться просвет. И вот в этот просвет мысленно вложите все человеческие пороки, наработанные тысячелетиями жизней в дуальном мире. Вы можете представлять их так, как подскажет вам ваша интуиция, в виде образов, слов, эмоций, картинок, цветов, чего угодно. Главное, чтобы вы собрали воедино все то, что не божественное, что несет в себе эго и разделение, словом, все земные человеческие чувства. Не торопитесь, прочувствуйте, как следует их энергия. Это может быть очень неприятно, но сделайте это, чтобы уже распроститься с ней навсегда. А затем попросите меня И начинайте растворять им все эти негативные эмоции, сконцентрированные между вашими ладонями, преобразовывая их в свет и любовь. Почувствуйте, как смывает их мощным потоком энергии любви. И только после того, как этот поток полностью утихнет, медленно опустите руки и вытяните их вдоль тела. Станьте единой вертикальной линией. Обретите вашу божественную суть. Станьте Бога-человеком. Поверьте, любимые мои, вы сможете это сделать. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами.